Всем огромный привет! Вы на канале Амибо Любовь. Добро пожаловать на мой визуальный влог. Я хотела бы рассказать о том, что я вступила в марафон осеннего бума микуруми, организатор которым является мелочкой handmade. Марафон начался у нас 18 сентября, сегодня уже 21 сентября и я ничего не начала даже вязать. Я даже не знаю, что я хочу начать вязать. Но пока поставила эти моточки, возможно я начну с них, но опять же не факт, может быть что-то все поменяется. У меня есть два дня до воскресенья, пятницу-субботу, ну и воскресенье грубо говоря, чтобы что-то начать повязать хотя бы. Я не планирую участвовать в номинациях, но повязать за компанию хочу. Я предупредила Милу, что в компанию буду вязать. Вот, и что еще хотела сказать. Так, также я планирую вступить, ну не планирую, я планирую вязать, да. Ну я вступила в марафон 101 Cotton Toys, который начнется 1 октября и я очень надеюсь, что я осилю, потому что из хлопка я вяжу очень редко, но я хочу себя попробовать тоже в нем. Организатор тоже Алена Зелендинова. И вот, очень мягкий вот, однако Париж, сколько он у меня уже лежит, я прямо вот хочу из него повязать. Но посмотрим, что получится. Вот, это такое мое мини-подключение, и оно чуть-чуть такое темное, или мне кажется, но сегодня сейчас вечер, и это единственный момент, который, ну, единственное время, в которое я могу записать видео. Вот, все, всем удачи в марафоне. Всем огромный привет на канале Амиба Любовь, и сегодня я вам хочу показать, что навязалось за последний, наверное, месяц. Это когда у меня последний раз было видео. Так, сегодня будет у нас немножко о навязанных игрушках, а также у нас будет тема марафона. Хочу вам показать, что я навязала. Также хочу рассказать, что я вступила в марафон, и уже что связала в этом марафоне тоже покажу. И давайте начнем. Для начала хочу рассказать, что в этом месте я вязала игрушку группа Милы с канала Милочки Хендмейд, и в этом году у нас год, как мы в этой группе, как состоит эта группа. Вот, и мы с девочками договорились, что свяжем в честь этого мини-праздника. Точнее, это не мини-праздник, это такой нормальный, таки хороший праздник, такой год, целый год состоит группа. Вот, мы решили связать каждый по гному-рукодельнику. Да, привет, Ириска. Ириска и цветы. Давай, уйди, пожалуйста. Уйди, спасибо. Простите, пожалуйста. Давайте я вам покажу гнома. Получился у меня вот такой гномик. Так, я вас немного пошатала. Связан он из Янарджинса. На дно я приклеила плоскую, пластиковую, ну, пластик, который будет, ну, чтобы он стоял. Вот. Моточки сделала тоже. Косы такие вот у нас. А вообще в оригинале у этого гнома должно быть в руках связан что-то, типа, знаете, вставлены спицы и маленький такой, типа, проект, он вяжет какой-нибудь проект спицами. Но я не умею вязать спицами, и я решила оставить его так. Возможно, когда в будущем научусь, я доделаю его. Ну, вот такой у меня гном. А это маленькие, знаете, которые вот, как они называются, иглы? Да, маленькие иглы просто с наконечниками, которыми, ну, блокируются. Не помню, как они называются. Вот. Такие мини-спицы. Такой красавец у меня получился. Вот. Пусть он где-нибудь тут стоит, наверное. Вот так вот. Давайте я вам расскажу о тестировании мастер-класса. Меня попросили протестировать мастер-класс Надежда с канала Жилка Тоис. Она попросила меня протестировать три мастер-класса. Сейчас я вам потихоньку покажу. Первый мастер-класс. Один из последних, который у неё вышел. Это супергерой. Точнее, супергероиня. Это мастер-класс Чудо-женщина. Чудо-женщина. Серия фильма про супергероя. Я его, кажется, не помню, чтобы я их смотрела. Я смотрела, возможно, про Джокера и про Харли Квин. Но вот про Чудо-женщину я не смотрела. Ну, надо посмотреть, это моя ошибка. Вот. Так что вот такая красотка у меня получилась. Вяжется очень быстро. И всё как всегда, всё просто. Но она реально такая прям вот. Хочется её вот погладить, потрогать, пожмякать. Вот. Это первая. Вторая у меня связалась. Опять же, это связалась у меня Харли Квин. С таким молотком. Вот. Тоже вяжется очень быстро. Слушайте, ну она такая красотка. Мне она так нравится. У неё, у них голова пришивная. Только голова пришивается. И вот эти вот штучки. На этот, на голове, хвостики. А ручки ввязываются. Вот такая красотка. Также у неё есть ещё бита. Но у меня она почувствует напоминает сигарету. Но по-другому её не свяжешь. По-любому. Она, у неё каркас там, этот. Даже проволока есть. Что в ней, что, кстати, в молотке. В молотке. В молотке. И также я связала тоже по мастер-классу надежды. Такого джокера. Правда у меня волосы сверху. Эту пряжу я связала. Побоялась тёмной. У меня слишком тёмная есть пряжа. Я, ну, побоялась её использовать. Подумала, слишком будет. С тёмными волосами. И я побоялась это, короче, делать. И сделала с таким оливковым. Но Надя говорит, надо бы попробовать. Почему бы и нет? Ну, следующую игрушку попробую. В общем, вот такой красавец. Такой. Тоже голова пришивная. И папочка. Всё остальное ввязывается. Такие красавцы. Вот Чудо-женщина, Харли Квинн и Джокер. Так, это одно из моих предпоследних работ. Также я связала по мастер-классу Наде. Тоже протестировала её мастер-класс. Сейчас вам покажу. В тематике Хэллоуина. В тематике Хэллоуина. Я тут чуть-чуть иногда, наверное, буду отдаляться. По голосу это будет заметно. Ну, не так далеко. Но у меня тут стоит большая такая корзинка. Контейнер. В котором я держу игрушки. Из которых я вытаскиваю. Вот. И поэтому будет казаться, что я отхожу. Но я не отхожу. Вот. Связался вот такой красавец Котя. Такой он прикольный. Ой, что тут? Так, такой вот он прикольный. Котик. У него глазки. Я как-то видела у Милы. Она показывала глазки. Такие чуть-чуть косят. Вот как будто вовнутрь такие. Я их заказала, когда с Алиэкспресс. Думала, блин, вот точно надо этому котику сделать. Вот такие прикольные. Смотрите. У этого котика. В этот мастер-класс входит также котелок. И вот зелье. У него тут такое варится. Вообще, этот мастер-класс связан из полухлопка. Но я его связала из плюшки. И мне он очень понравился. Кстати, котик тоже быстро вяжется. Вот все ввязывается. Абсолютно все. И головы ввязывается. Только, по-моему, ушки пришиваются. Да, ушки пришиваются. Цель навязанная игрушка. Но плюс. А точнее... Ну да, наверное, плюс. И в чем именно мастер-класс прям классный. А я вам сейчас расскажу. Созвалось у меня такое вот привидение. Это тоже с этого же мастер-класса. Вот такой вот он красавец. И это привидение может надеваться на котика. Ой, сейчас, минутку. Так, наделся. Тут ушки. Вот в этих ручках у него ушки. И вот он такой, типа... У-у-у-у. Мне очень, кстати, он нравится, когда вот он просто так стоит. Так, сейчас. Он стоит. Просто его нужно... Вот. Он стоит. И... Прям вот это такая милота. Так, это тематика Хэллоуин. Это привидение. Убираем. Пусть он вот тут полежит. Такой. Так же в этот мастер-класс входит вот такая тыковка. Смотрите, тыква. Но, опять же, в этом мастер-классе... Почему? Ну, она такая пустотелая. Сейчас я вам покажу. Надеваем тут. Точнее, надеваем на котенка. Кстати, Надя сказала, что на ютюбе у нее для этого котенка есть и новогодний этот костюм. То есть, он в бесплатном доступе. Я пока так отойду от темы, потому что одеваю тут, надеваю. Он в бесплатном доступе. И можно также к этому котику связать этот костюм. И будет новогодний котик. Вот. Если вдруг кто захочет брать этот мастер-класс. И вот такой котик, смотрите. Такой прикольный. Мне он так понравился. Ну, вот прям вот... Это же надо было так придумать, чтобы вот надеть на него привиденька, тыковку. И еще сейчас кое-что покажу. Вот. Вот такой котик. Он так же будет стоять. Все хорошо. Все на нем стоит. Держится. Можно на это ушко, можно на это ушко поставить. Можно вообще просто рядышком так поставить. Это опять же. То есть, это как... Это комплект продает. Ну, можно продать как комплект. Опять же, я не знаю, когда я на ярмарку выйду. Но я тоже выставлю. Да, это будет уже поздно, может быть. Когда будет следующий... Ну, к Хэллоуину это не будет... К последующим ярмаркам это не будет относиться. Потому что это тематика Хэллоуина. Но опять же, посмотрим, как это будет работать. Возможно, у меня получится его продать даже и не на Хэллоуин. Так. И так же у меня связалась вот такая шляпка. Тоже по мастер-классу. Она надевается котику на голову. Вот так вот. Да, у нас, кстати, сейчас по интернету я смотрю тему мухоморов. Прям вот прям зашкаливает. И я тоже планирую связать этот... Ну, каких-нибудь мухоморчику повязать. Вот. Я так же... Вот. Связался. Тоже у него как воротничок. Я сделала на пуговке. Очень, кстати, удобно. Вот такой вот у меня мухоморчик получился. Ну, прикольный же. Еще к нему можно будет связать новогодний. Костюмчик новогодний. И вообще будет красота. И комплектом продать. Вот. Такой у меня котя. Опять же, напоминаю, это мастер-класс надежды. Спасибо вообще Наде, что я могу вот так вот потестировать что-то. Мне аж так приятно стало. Вот. И мне вообще приятно. Я так хотела давно вообще попасть кому-то в тест-группу. И теперь я тестирую целых... Ну, помогаю в тестировании двум мастерам. И это очень так приятно. Так что, если уже кому-то протестировать нужно, я только за. Опять же, я по мере своей возможности, я стараюсь это сделать в быстром темпе. Но иногда, конечно, не получается. Но опять же, эти игрушки я связала... Не скажу, что и долго, но и не скажу, что и быстро. Ну, наверное, может быть, возможно, неделю. В течение недели я вот возвращалась к ним, как бы. Но когда Надя выпустила... Ну, должна была уже выпустить вот этот мастер-класс Чудо-женщины, я связала буквально его за день. Ну, вот, за вечер я точно связала. Вот, так что... А утром уже к ней послала... Ей послала фото, и уже вот... И она выпустила МК. Так что, такие вот дела. Так, давайте я подвину всё. Гном мой тут лежит такой. Пусть лежит. О, сейчас я вам тоже в тематику Хэллоуина покажу. В тему Хэллоуина покажу вот такого тыквыча. Тыквыч, кажется, он назывался по мастер-классу. Смотрите, какой красавец. Слушайте, прям вот... Милота-милота. Вяжется очень быстро, пришивается только голова. Кажется, только голова. А, возможно, даже голова... Да, пришивная. Голова пришивная, да. Голова пришивается. Тут я чуть-чуть... Я почему-то по мастер-классу подумала, что утяжку глаз делается прям вот сбоку. Как-то там так написано было. Ну, я сделала сбоку. А потом принабивая... Ну, когда уже начала пришивать, поняла, что дырочка тут останется. Ну, как не дырочка, а вот то, что утяжка была. И когда вот утяжку делала всей головы, я начала здесь делать. Я смотрю, тут как-то нитка торчит другая. Ну, вот, которую утяжку делала. Я взяла просто ее этим же цветом, обвела, обвела. И как бы... Ну, бывает же у тыков такие точки. Оставила так. Тоже. Игрушка с изъяном, но она... Этот изъян ей не мешает. Вот такой красавец. Тоже вяжется быстро. За вечер я его связала. Вот. Полежу тут. Также я связала по бесплатному... Это, кстати, бесплатный мастер-класс. Тыквич, это бесплатный мастер-класс. И по бесплатному мастер-классу я связала вот такого оленя. Вот такого красавца. Также муж мне вышел побольше вот таких вот этих... Как это называется? Как типа метрика. Но... Нашибка. Вот, нашивку. У нас есть машинка специально, которая вышивает, а потом я уже тут под цвет... Ну, золотой нитью пришила. Вот. Вот такой вот красавец-олень. Кстати, улыбка тоже тут есть. А то вот так смотрится, а улыбку не видно. Вот. С хвостиком таким. Игрушки... Лапки ввязываются, ушки и этот пришивается. И голова тоже вывязывается. Только пришиваются рожки и ушки, нос. Все. Все остальное ввязывается. Ввязывается и ввязывается. Вот. Это бесплатный мастер-класс тоже так. Так, я все подвину. Так, потому что сейчас тут все будет много всего. Также я... У меня был такой момент, когда я не знала, что вязать. Но потом думаю, надо начать что-то вязать, ну, что-то вязать, потому что по-любому на ярмарку буду выходить и нужно в наличии. Итак, у меня связались вот такие китята. Большие китята довольно. И я их связала все в разных расцветках. Вот такой вот серенький. Вот такой голубенький. Да. Схема тоже бесплатная. На свободном доступе. Я ее как-то скачивала, по-моему, даже в ВКонтакте. Такой голубенький. Он даже такой, знаете, ярко-голубой. Ну, на камере у меня сейчас темнеет. Он такой темно-голубой какой-то. Светло-голубой. Вот такой еще один. Так получилось, что их два. Потому что я как-то связала эти плавники, подумав, что я два буду вязать и как-то думаю, ну, уже свяжу. Вот. Потом сиреневый такой. Розовый. Так, у меня их в количестве десять штук было. Вот такой синий. Слушайте, ну, синий прям такой прям красавец. Такой синий тоже. Темно-голубой. Или такой светло-синий, возможно, даже он. И такой ярко-ярко-розовый. Он на камере продается почему-то оранжевым, но он такой, знаете, ярко-ярко-розовый. Это все связано... Вообще все игрушки у меня связаны из Гималая Долфин Бэйби. Да. Единственное, у Харли Квинн и у Чудо-женщин вот этот цвет, это Воланс Бани Бэйби. Вот. А так все остальные игрушки связаны из Гималая Долфин Бэйби. Вот. Так. Китят я вам показала. Сейчас покажу еще игрушки. Еще в количестве 10 штук тоже навязала. Не знаю, будут они уходить на ярмарки, не будут уходить, но скоро международство. Возможно, я думаю, они должны уйти. Так. Связались у меня вот такие медузки. Посмотрите, какие они классные. Слушайте. этот цвет вообще ярко-ярко, такой, знаете, темная вишня, наверное. Такой, даже фиолетовый отходит оттенок, но почему-то он так выдает. Ну, вот такая вот у меня медузка первая получилась. вот такая вот вторая. Слушайте, я вязала их прям на одном дыхании. Что китят, что медузок. Вот такая вот медузка получилась. Вот такая рыжая. Это, знаете, цвет кирпича такого, он такого, рыжий, что дает прям. Но почему-то он показывает, как оранжевый, наверное. мне кажется. Ну, в общем, вот такой красавец. Такая медузка она. Это волос Банни Бэби цвет. А остальные пока идут Гималайи. подвину. Вот такая серая у меня связалась красотка. Вот такая желтая связалась. Размер глазок я ставила 12 миллиметров. Такая красотка. Слушайте, она желтый цвет. Такой яркий, достаточно желтый. На камере у вас показывают лимонный. Я вам, наверное, уже раза три пожаловалась на цвет, на то, что отсвечивает. Простите. Вот такая зеленая. с красным, с розовыми глазами. Такая темно-розовая. Тоже. Так у нее классно вот эти штучки висят. Щупальцы, наверное, они называются. Такие красивые. вот и последние две это вот такая голубая красотка. И вот вот это, кстати, рыжий цвет. Вот и вот такой цвет красивый рыжий. Так. Из медузок я вам все показала. Давайте я сейчас уберу. И у меня на самом интересном моменте сел, не сел, а закончилась память. Я перекинула все, помните, показывала вам на флешку все фотографии, все видео, но мне так жалко все удалять с телефона. Моя вечная проблема. Вот. Я хочу вам сейчас показать работу, которую я связала в осеннем буми амигуруми. Вот. Это получается марафон, организатор которого Мила с канала Милочка Handmade. Я начала вообще одну игрушку из фактурной пряжи, но я поняла, что я ее просто не успею, вот прям вообще никак-никак не успею закончить к концу недели. Я также параллельно начала вторую игрушку, она получается из плюшевой пряжи, она большая, в 30 сантиметров размер, но ту я тоже продолжаю, так что может быть на этой неделе я ее закончу, но опять же либо к концу марафона. Я не участвую ни в каких номинациях, но именно для того, чтобы вот мне пинок такой вот перед ярмарками понавязать немножко. Вот, давайте вам покажу свою работу. И это у меня связался. Я даже не знаю, как вам в кадре показать. Так, вот такой верблюд. Посмотрите, какой милаш. У него голова на суставном креплении, на суставе, в общем, крутится. ну посмотрите, какой он красавец. Я прям в восторге просто. Вы не представляете, чего мне стоило купить этот мастер-класс. Я обычно покупаю на сайте Boosty. Так, давайте вам буду показывать. У него такие коленки. На сайте Boosty всегда было все хорошо, все нормально, но в какой-то момент у него сайт Boosty просто начал настолько лагать, я не знаю, или как это назвать, что я просто не могла купить мастер-класс. Я уже так расстроилась, думала, все. Я прям очень, я очень давно хотела его связать. Так, это платный мастер-класс, автором которого является Виктория. Викусик Toys у нее называется канал. Кстати, в ВКонтакте она, наверное, скорее всего в Инстаграме тоже она есть. На Ютюбе возможно есть, но немного видео. Но я оставлю ссылку, постараюсь оставить, если не забуду. вот такой у меня красавица. Слушайте, я прям, я так хотела сегодня поехать куда-нибудь в пустыню, поснимать его, но я не доехала. Но обещаю, что сниму обязательно и возможно где-то может быть в следующем видео покажу. Ну вот, ну как, ну красавица видите. Так у него тут челочка. Вот. Это моя работа с марафоном осеннего амигурови. Кстати, он также стоит. Так, вот так вставлю его. Вот, он стоит. Все у него такое рельефное, красивое. Так, ну что, я хотела вам сказать, что у меня благополучно села батарейка, плюс у меня память моя немного подвела. на телефоне. Пока я перекидывала все с телефона на компьютер, у меня начало вечереть, уже вечер, и у меня, в общем, где я снимала, начала снимать видео на столе, я плавно переместилась на пол ближе к окну. Вот. Оставлю своего верблюзика, я уже не помню, на чем я там остановилась, но в общем ссылку на мастер-класс я оставлю и обязательно сделаю видео в пустыне и как-нибудь поделюсь с вами в видео. Когда я начала вязать одного персонажа, но переключилась потом на верблюда, потому что я не успевала, и сейчас я вам покажу, что я связала из того персонажа. Вот такие маленькие ножки, ножки, крошки. Связаны уже ручки, и вот ножки такие. Они будут в таком положении сидя, тут еще пяточки не связаны. Вот. Пока не буду говорить, кто это, но думаю, к концу недели я успею связать. Вяжу я их из знака Париж такого красивого цвета, и серого, отдающего голубизну даже, скорее всего, как-то так. Вот. Даже муж пока не догадался, кто это. Также я хотела сказать, что я с 1 октября вступаю в марафон 101 Cotton Toys. Организатор там Алена Зелендинова. Я хочу попробовать себя в хлопке, посмотреть, сколько я смогу связать. У меня, в принципе, столько планов, охота столько понавязать. Но, опять же, посмотрим. И, скорее всего, я буду вязать всю новогоднюю тематику. Потому, что мне надо бы, чтобы не только плюшевые игрушки были, но и с фактурной пряжей, и с хлопком. Вот. Думаю, я буду заканчивать на этом свое видео. Вроде бы, я вам все показала, все рассказала. так же я вставлю отрывки видео, как я вязала верблюда. И, да, я вот только его вязала, можно сказать, эту неделю. Вот. Ну, не считая героев из Марвела. Вот. Всем спасибо за просмотр. Простите, за такое качество немножко в конце видео. Я, если сейчас не сниму, потом я уже не сниму. всем спасибо, всем удачи в Марапоне, и всем пока. Мое мини-подключение. Вяжу ножку верблюда. Вот такая вот она вырисовывается. Красотка такая. Вот. Это уже третья задняя ножка. Сейчас буду вязать четвертую. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok